Всем привет, мои хорошие! И сегодня я хотела с вами поговорить о мусоре. О мусоре и о том, как его сортируют, о том, каким образом мы собираем мусор, где храним и так далее. Это видео, наверное, не будет интересно для тех, кто живет в Германии, а для тех, кто в других странах, наверное, будет интересно узнать, каким образом мы решаем эту проблему. Потому что здесь это очень все четко построено и по-другому жить просто не получается и невозможно. Раньше я жила в другой земле, в городе Йена, и там я жила в высотном доме, и я смотрела, что это другая система была. То есть рядом с домом такая четко ограниченная площадка, она, как правило, огорожена, с замком, у каждого есть ключ, и стояли определенные баки, они стояли всегда, и были разные крышки. В зависимости, ну, по цвету крышки, вы понимали, какой там мусор лежит, и вы уже сортировали мусор, непосредственно подходя к этим контейнерам. Здесь мы живем в таких небольших постройках, и рядом здесь частные дома, здесь живут немцы, и у нас сортировка мусора происходит несколько по-иному. Значит, сейчас расскажу, каким образом это происходит, и каким образом мы выкидываем мусор, и какие виды мусора бывают. Значит, в начале каждого года к нам приходит вот такой календарь, вот так он выглядит, здесь полгода на одной стороне, и на другой стороне тоже полгода. И по цвету выделены виды мусора, вот это виды мусора, и здесь такие стоят точечки, вот если обратите внимание, вот эти вот точки, это тогда, когда вы должны выкидывать тот или иной вид мусора. То есть у нас есть биомюль, то есть мусор, который поддается гниению. Это обычные отходы пищевые, там, картофельные отходы, яблоки, и так далее, и так далее, все что угодно, то есть именно биологический мусор. Этот мусор вы можете выкинуть в любой день, то есть у нас стоит у всех ведерко небольшое, и вы пошли на улицу и выкинули. Мусор тоже стоит в четко такой ограниченной ниши, с замком, вы открываете этот замок, там стоит бак, и складываете туда свой мусор. Это обычный биологический мусор. Под мусор, здесь вот есть ключ, это обычный, обычный мусор, который биомюль, биологический гниющий мусор. И вот есть контейнер, вот видите, что-то накидали там уже. За ручку вот за эту берешь, вот так наклоняешь, и сюда уже мусор выкидываешь. Так что вот, таким образом это происходит и работает. Все, закрыли. Красиво и аккуратно, и вокруг елочки растут. Далее, есть мусор, который всегда выделен желтым цветом. Это вот эта вот желтая полоска. И всегда, если будет стоять бак с желтой крышкой, это говорит о том, что это, значит, здесь он называется гель-безаке. Гель-безак, это мусор, который пластический, пластик, любой вид пластика. Как мы выкидываем пластик? Значит, под дверь нашей квартиры, ну вот у нас, например, такая система, я не знаю у кого как, раз где-то в полгода кладутся вот такие пакеты. Значит, эти пакеты и только такие, никакие другие, это как раз пакеты под гель-безак. Здесь обычная линия отрывная, то есть вы просто отрываете, здесь подписано, что это вот гель-безак. Вот, вы отрываете, здесь у этого пакета, ну как обычные мусорные пакеты, ничего такого особенного тут нет. Вот черные вот эти вот веревочки. Вот, и вы сюда собираете мусор. Значит, если эти пакеты у вас закончились, и вам бесплатно их не принесли, и в городе, в центре есть определенные места, в которых вы можете их взять. Тоже это абсолютно бесплатно. Но выкидывать мусор нужно только в таких пакетах. Значит, и проблема с этим мусором в том, что его выкидывают один раз в месяц. А пластик это все, абсолютно. То есть вы купили курицу, она вот в этой пластиковой подножке, это пластик. Все, что упаковка от яблок, от фруктов любых, это все пластик. То есть любой пластический мусор. Если, например, бутылки у вас есть пластиковые, которые не сдают, это все тоже пластический мусор. И получается так, что нам пластический этот мусор приходится мыть. Хотя бы просто ополаскивать. То есть если, соответственно, вы купили курицу или мясо на пластической подножке и кинете его в этот мусор, в этот пакет, то, ну, представляете, да, что за месяц будет, особенно если лето. А лето здесь очень и очень жаркое. То есть тут раз в месяц только выкидывают. Я считаю, что это абсурд, потому что бумагу здесь выкидывают два раза в месяц. По мне, так лучше бы пластический мусор выкидывали два раза в месяц, потому что он намного важнее. И, как правило, всегда там оттуда вонь у соседей, везде вот по улице. Ну, вот такой вот момент. И здесь вот я смотрю, например, у меня январь, вот месяц, когда выкидывают гельбазак. Вот, 23-го числа у меня стоит точка, например. Я знаю, что 23-го числа я должна собрать эти пакеты гельбазаки и выставить их на улицу. Потом проезжает специальная машина, и только этот пластический мусор забирают. Пластический мусор начинают уже выставлять вечером. То есть вечером уже идешь с работы там или с ребенком гуляешь, видишь, что начали соседи выставлять пластический мусор. Вот эти вот пакеты, значит, соответственно, завтра будут его забирать. Если у вас частный дом или много людей живут, у них прям есть такие арендованные черные огромные баки с желтой крышкой, они туда собирают и выставляют тоже на улицу. Если, например, мы куда-то уезжаем, мы эти пакеты формируем и просим соседку, чтобы она эти пакеты потом выставила. А дома каким образом? У меня, например, стоит ведро такое, разделенное на две части. Я складываю сначала туда, а потом вниз мы сносим в специальные келлеры. У нас есть такие помещения на нулевом этаже или в подвале под каждой квартирой. И мы туда сносим и храним там, а что делать. Вот, но я всегда переживаю, чтобы никакие там ни крысы, ни мыши ничего не завелось, потому что целый месяц это хранить. Больше у нас хранить негде. Например, если хранить у нас на террасе, то я знаю, что точно будут мыши или крысы. Вот, и я бы не хотела. Тут ходят кошки, бегают. Ну, знаете, как залезут и все это растрясут по всей террасе. Тем более у нас там ковер постелен. И так достаточно, ну, чисто, как бы не хотелось. В квартире хранить понятно, что месячные запасы там гельбазаков и этого пластика вы просто не будете. Дальше, следующий мусор, это мусор, который выделен голубым, это папиры, то есть бумага. То есть любая абсолютно бумага, от всего, что только угодно, вы ее собираете. И два раза в месяц, вот, точки стоят, вот, например, вот и вот. Два раза в месяц забирают у вас бумагу. Таким же образом. Вечером вы идете, формируете какие-то коробки, туда разрываете все ваши папиры, то есть всю бумагу, формируете и выносите на улицу. Точно так же с вечера уже стоит везде у всех папир, и вы знаете, что завтра заберут. Все это происходит по кварталам. То есть по кварталам я имею в виду, вот, наш, например, квартал, такого числа выкидывают папиры, такого-то числа выкидывают гельбазаки. Соседняя улица у них такого-то числа. Другой квартал у них другого числа. То есть так, что все очень равномерно распределено. Нет такого, что сегодня выкинул весь город, например. То есть по городу все это равномерно распределено. Так, далее, значит, ну здесь в основном вот папир и гельбазак, и есть тут такая серая строка, вот здесь с краю, вот здесь вот с краю, это большой мусор, но у нас его не забирают, и поэтому никаких отметок нет. Все остальное, это биомюль, другими цветами обозначен, и есть такой вот пункт зеленый, вот здесь вот, он есть только в январе, в феврале нет, это один единственный день, вот он он, когда можно выкинуть елку, вот, например, в том году 9 числа только можно было выкинуть елку, то есть все вечером выставляют елки, едет машина, эти елки забирает, то есть елку нельзя куда-то там выкинуть, отнести, унести, там, скинуть с балкона, я не знаю, поставить соседу под дверь, никуда, ничего и никак, вот есть 9 число, или вот сейчас новый календарь придет, там будет написано, какого числа, мы выставляем все елки, если у вас стояли натуральные елки, все, и никак иначе, только так, и никак по-другому. Вот такая ситуация обстоит с мусором, то есть его нужно хранить определенное время, то есть если это бумага, то есть до следующей недели, то есть два раза в месяц, если это пластик, то это раз в месяц. Если это бутылки, сейчас я дотянусь тут до бутылки, у меня тут есть, покажу, вот если, например, это бутылка, ну вот предположим, какая-то там бутылка, если есть вот такой знак, вот такой знак, то значит бутылка сдается, и вот как я вам показывала, в аппарат мы засовываем, и у нас выходит оттуда листик с денежкой, который нам потом возвращают. Если вот эта вот утеряна наклейка, соответственно, бутылку сдать нельзя, значит мы засовываем ее, вернее, эту бутылку в желтый пакет. Так, и я сдаю бутылки, вот уже на 50 центов, на 75, такой вот аппарат. Так, на леврик. Потом мне дают такую бумажку, я на косе ее предъявляю, и чек. Сейчас увидит, вот она. Опа. Так, остальные бутылки мы сдаем. Так, и стекло, как я говорила, вот по мусору, еще стеклянный мусор, мы выкидываем в баке. Фото приложу для тех, кто не видел прошлые видео. Если вдруг это одежда, у нас тоже стоят определенные баки, чистую одежду складывайте в пакеты и тоже складывайте в определенные баки. Фото тоже прикреплю внизу, посмотрите. Вот таким образом мы выкидываем мусор и соблюдаем этот порядок. По-другому здесь никак не поступить, потому что только так. Никто тут, конечно, не пойдет ничего выкидывать в лес, там, я не знаю, соседу под дверь или еще куда-то. Есть определенные дни, все это четко соблюдается. Вот, у нас именно такая система. Но вот в сотных домах, вот чуть у нас дальше, я говорю, что там тоже стоят баки, и можно в любой день выкинуть. А у нас система вот такая, вот календарь. Все по календарю, все четко и в определенный день. Так что вот так, так вот и живем. И я думаю, что во всей Европе это так. Думаю, для тех, кто живет в других странах, все аналогично. Может быть, плюс-минус какая-то система меняется. Если вам было полезно мое видео и было вам интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго. Пока-пока. До новых встреч.